Вы используете всю ширину поля. Вот сюда вот откройся, тебе дадут пас, поедешь спокойненько забивать гол. Хорошо? Очередная установка тренера на игру и хоккейная команда «Чайка» полетела за очередным чемпионским титулом турнира «Золотая шайба». В этом году муниципальный клуб поселка «Правленческий» выставил на всероссийские соревнования игроков по всем четырем возрастам. 14-ти и 16-ти летние хоккеисты уже выиграли городские соревнования. Тренеры рассчитывают, что и две другие команды тоже в долгу не останутся. Аутсайдерам дворового хоккея, командам «Ястребы» и «Медведям» «Золотая шайба» пока приносит только радость от участия в городских соревнованиях. По организации «Золотой шайбы» на высшем уровне, что сказать, это лед. Здесь под крышей мы, здесь нет плохой погоды, как морозы были, минус 30. Нам ничто не мешает. По командам, хочу сказать, хотелось бы больше команд, чтобы таких любительских дворовых мальчишек играли, потому что как Тарасов задумывал. Заслуженный тренер по хоккею Анатолий Тарасов провел первый турнир «Золотая шайба» в Советском Союзе в 1964 году. В свое время через эти соревнования прошли такие именитые спортсмены, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, как в прошлом голкипер, а теперь президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, защитник, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Самарские самородки тоже в грязь лицом не ударили. Некоторые стали профессиональными хоккеистами. Мой сын, Сергей Ильин, тоже когда-то начинал в «Золотой шайбе». Пришел в хоккей в 11 лет и начал играть вратарем. И сейчас играют в молодежной лиге. Восемь лет назад шайба мы где играли? На улице. Мороз, там, минус 20, 25. Ребята ходили и играли все равно, потому что им это нравится. Сейчас, конечно, в закрытых на искусственном ряду, конечно, лучше. Это здорово, что Федерация это делает. Городской этап турнира «Золотая шайба» продлится еще пару дней. Определятся победители среди 10- и 12-летних хоккеистов. Кто станет чемпионом, пока не ясно. Команды набрали примерно одинаковое количество очков. Хотя «Чайка» в двух возрастных категориях и считается лидером, но хоккей тем и интересен, что борьба за победу идет в каждом матче до финальной сирены. В итоге, кроме заслуженных медалей, индивидуальные призы получат лучшие игроки и бомбардиры. Сергей Кезоркин, Константин Головин. События.